Я не представляю, как вообще здесь спрятаться. Я вас приветствую, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем рассматривать игры по заявочкам. На этот раз мы поиграем не в або какую игру, а поиграем в тот самый Resident Evil 7, а точнее в интерактивный тизер еще не вышедшей игры. И признаюсь честно, я очень надеюсь на эту игру, потому что серия Resident Evil наконец-то, наконец-то возвращается к своим корням. Эта игра является одновременно и перезапуском, и как раз возвращение к истокам. Ну я так думаю, что так будет. И по мне это будет очень интересно. Единственный минус, то что некоторые говорят, что игра стала походить на Outlast. Ну я честно не знаю, я видел только первый трейлер, больше ничего, но если это правда так, это немного печально, потому что для меня Resident Evil должен идти по своей дорожке. Конечно, Outlast это хорошая игра, и она мне безумно нравится, но у Resident Evil должен быть некий свой путь, понимаете? Он не должен походить на какие-то игры. Resident Evil был во многом, изначально он был во многом уникальной игрой. И если он будет походить на что-то, ну не знаю, мне это не особо понравится. Хотя, если смотреть на предыдущие части, они как раз шли по пути массовости, начиная с четвертой части. Нет, не начиная с четвертой, начиная с пятой. Четвертая часть как раз была очень уникальной игрой в своем роде. А вот пятая уже пошла, ну, по такой протаренной дорожке. Она пыталась угодить большому количеству людей, и вот, получилась хоть и хорошей, но не супер, но она была неоднозначной. Вот я прямо чувствовал неоднозначность в этой игре. И, к сожалению, последующие части пошли по такому же пути. Шестая часть тоже меня не сильно увлекла. Да, ну, она мне понравилась, потому что я играл в кооперативе, и там было очень весело. Особенно мне понравилась первая компания, The Leona. Она была такая ностальгичная, мрачная. Но вот дальше как-то мне не особо зашло. И серия, она... Было заметно, что серия, она находится в неком тупике. И Capcom они сильно удивили всех, когда анонсировали такой Resident Evil необычный, хоррорный и отдающий дань уважения старым частям. Посмотрим, что нас ждет в этой игре. Я очень надеюсь на отличные эмоции. И, конечно же, не забываем, что это все-таки хоррор. А к хоррору я отношусь, ну, мягко говоря, не очень хорошо. Ну, не в том смысле, что они мне не нравятся, а в том смысле, что я очень нервничаю, когда в них играю. Так что, если что, я не виноват, если я буду уж слишком буянить. Ладно, давайте-ка начнем. Что-то я уже заговорился. Фух, ладно. Мы не боимся. Так. Ну, это, кстати, походит на Outlast. Надеюсь, здесь не будет такого, что мы будем смотреть какую-то пленку или что-то. Ну, это точно Outlast. Ну, здравствуй. Так. У нас тут трупешник. Камера. Окей. Будем снимать какой-нибудь веселый фильм? Нет? О, он не труп, чувак! А ты мне поможешь? Надеюсь, что поможешь. Хотя он явно и себе помочь не сможет. Так. Мы можем вырваться? О, смотри, смотри. Он не связан. Ноги... Нахер камеру, правильно? Помоги, друг. А чем я связан? Он у меня наручники... Нет, не наручники. Смотри. Ну, ты мне поможешь или нет? О, нож оставили. Вы посмотрите. Странные здесь какие-то у нас похитители. Ладно. Давай, давай, давай. Да что ж ты такой неуклюжий идиот? Режь, давай. Режь! Что за... Это что? Неувязок какой-то. Мы что, потеряли сознание или... Хм. Ну? А, нет. Пошла загрузка. Окей. Довольно-таки стандартное вступление для хоррор-игры. Ну, понимай... Ух ты. О, мы уже играем. Это что было? Это флешбек или наоборот? То, что нас ожидает. Резидент Эйвел 7. Неужели он будет так выглядеть? От первого лица. Выберетесь из дома. Ну, графически игра, конечно, потрясает. Она выглядит очень классно. Вообще, понятное дело, что в Capcom они взяли идею таких тизеров из не вышедшей, к сожалению, Silent Hills Кодзимы. Тот самый PT. Я в свое время не смог в него поиграть, ну, потому что у меня нет консоли. И теперь я очень рад, что я смогу поиграть в нечто подобное. Так, что мы здесь? У вас нет видеокассеты. Но если вспомнить Resident Evil, там сохранения, по-моему, были на печатных машинках. Возможно, видеокассеты, это будет что-то вроде сохранения. Упс, упс, упс. Я слишком заговорился. Так, а как мне... Как мне фонарик выключить? Я как-то слишком расслабленно играю. О, смотри, смотри. Так. Я разобью их о камне. В смысле? Кого он разобьет? Ну вот, здешний фонарик мне очень нравится. Он очень неплохо освещает местность. Но откуда у главного героя фонарик? Так, что мы... Так, понятно. Нужно найти предохранитель. Конечно, не лучшая идея шуметь. Упс, я не хотел. Но это же Resident Evil, здесь не должно быть никакой мистики. Надеюсь. Ну, хотя если это перезапуск... Ну, это перезапуск... Я так говорю. Я точно информацию про игру не знаю. Но мне просто кажется, что это перезапуск. А возможно, мы будем играть, если это какой-то... Если вспомните Пяти, если вы вообще знаете про этот тизер, хоть что-то. Можно вспомнить, что Кодзима говорил про тот самый Пяти, что он абсолютно... Это что за... Что за мерзость? Кодзима про Пяти говорил, что этот тизер, он будет мало чего общего иметь с самой игрой. Понимаете? Он говорил, что это будет некий концепт, который показывает, можно сказать, атмосферу игры. Или что-то еще вот такое. Ой-ой. И даже графика там была урезана. Он сам это говорил. Очень сильно урезана. А вот здесь мне интересно. Мы играем за... За кого? И реальная игра будет так выглядеть? Или это всего лишь... Мы играем за какого-то ноунейма, который в основной игре будет просто встречаться так мимолетом? Вот очень интересно. Я даже не знаю. Но вот это мне не особо нравится. Если кто не знает, 4 Resident Evil разрабатывался примерно в подобной манере. Он тоже был мистическим. Там Леон Кеннеди, он сражался с какими-то призраками. Так что, возможно, это как раз возвращение к истокам. Ну, смотрите, на улице же не темно. Не как обычно в хоррорах, что... Аааа, постоянная темнота. Это что там такое? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Ладно. Что это такое? Вот видите какие-то искажения? Как будто газ или... Что за... Ну, конечно, окружение выглядит просто потрясающе. Тихо, тихо. Звук. Звук отличный. Ну, судя по звуку, кто-то там за стеной ходит. Но... Что вообще здесь нужно сделать? Я... Так. Есть что-нибудь? О, господи, это что такое? Что за мерзость? Да. Resident Evil. Он любит показывать подобные вещицы. Не очень приятные. Так, а в холодильнике? Явно там что-нибудь есть. Вы просто на секунду представьте, какой здесь отвратительный запах. Вот просто представьте. Что это за место? И кто мы? Кто? Как главный герой здесь оказался? Он, надеюсь, не какой-то глупый подросток, который влез в заброшенный дом и... Надеюсь, что это не так. Не хочу играть за топового подростка. Ну, который обычно... Является главным героем какого-нибудь слэшера. Молодежного. Охренеть просто. Это коровы, что ли? О-о-о-о! Жесть какая! Мухи! Болторез. Что за мерзость? Кто вообще так продукты хранит, а? Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой! Смотрите-ка, рюкзак есть? Инвентарь! Шикарно! Значит, это все-таки не от лаз. Значит, это что-то другое. Так, и... Осмотреть предмет? Подожди, ого! Сколько тут всего интересного. Использовать предмет. Объединить. Ну, это чисто Resident Evil. А подожди, а время не останавливается, когда мы в инвентаре? Нет, не останавливается. А, ладно. Мы не можем свалить. Как главной герой не стошнило. Это очень странно. Такое зрелище. Так, ладно. Я хочу закрыть дверь. Можно мне закрыть? Двери не закрываются. Это не очень хорошо. А, вот. Понятно все. Так, давай-ка. Нет, графика в игре просто потрясающая. А, вот. Вот. То, что нам нужно. Наверное. А, возможно, нам покажет, что с нами было в самом начале. Ладно. Глянем. А давайте-ка посмотрим. Так, нет. Не так. Так. Путаюсь немножко в управлении. Осмотреть. Ничего интересного нету? Классическая кассета. А... Какой период времени мне вот интересно? Это современность или... Тут непонятно. Ну, ладно. Не стоило это делать. Никакого смысла. Тут есть что-нибудь? Ничего. Да, это явно игра, в которой нужно все исследовать. Что за гадость? Кто это ест? Да что за звуки здесь пугают? Очень сильно. Отличное звуковое сопровождение. Оно такое плотное. И это здорово. Так, ладно. Наверное, наверх пока что не пойдет. Просто охренительная картина. Да уж. Стоп. 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 Серьезно? Здесь? Что вообще здесь такое? Я надеюсь, сюда-то мы не попремся. Очень на это надеюсь. Подожди, картина. А мы не можем ее как-нибудь поднять? Нет? Ладно. Мы можем открыть эту дверь? Я понадеялся. Очень надеялся, что... Что за... Что она закрыта? Нет, я туда не пойду. Да вы что? Закрой. Закрой, пожалуйста. Никак не закрыть. Ладно. Слишком плотный звук. Слишком. Мы еще не все здесь осмотрели. Это семейка здешняя? Очень странная фотография. Тут... Признаюсь, вот отец семейства, он выглядит как будто... Ну вот... Персонаж компьютерной игры. А дети это как будто настоящие фотографии. Забавно выглядят. И в то же время с жуткой. Ладно, посмотрим. Надеюсь, скримеров не будет. Смотрим. Интересно, это та самая... Хм. Это главный герой? Эй, я работаю только с профи. И кстати, позаботься, чтобы в этот раз со звуком не было проблем. А то будет... Может хватит? Вот еще. Так, постой. Нас был... А, смотри-ка, я думал, это главный герой. Я думал, это... Ролик идет. Вот это да. Значит, мы играем за этого оператора. Что они собрались сделать? Ну, мы играем не за подростков, но... Все равно явно тупых людей. Да, они явно какое-то шоу снимают, дебилы. Ну, нахрена лезть в такой дом? Ну, очевидно, что здесь ничего хорошего вы не найдете. Ладно. И плюс, тут работает освещение. Значит, тут кто-то живет. Мы играем? Хорошо, давайте. Круто. Молодцы. Очень умно. А нет, спасибо. Я лучше за вами. Зачем мы сунулись в этот ад? Ты что, совсем не подготовился? А зачем? Хреновый дом, жуткие звуки. О, тут призраки? Твою мать. Я, между прочим, был телеведущим. Помощником ты был. А не ведущим. Чего-чего? Ничего. Посвети меня, Андре. Заброшенная ферма, пропавшая семья, возможно, убийство. Все как всегда. И сколько лет, по твоим словам, здесь уже никто не живет? Три года? Откуда освещение? Они даже не удивились этому. Клэнси, семейка, вот эта. Отличная перебивка получится. Итак, семейка деревенщин пропала. Ого. Ого. Гадость какая. Типа дурная кровь у сына. Ай-яй-яй. Во что ты встал там? А, в этой... Постой. Это та самая кухня, а здесь же не было... Холодильник, он был в другом месте. Вы помните? Или я ошибаюсь? А, нет. Нет-нет-нет, так и было. Но было явно чище здесь. Андрей, что ты? Андрей? Стоп. А куда это делся? Андрей! Ари, ари больше. Нет, я отвлекся. Где он? Ну, шикарно. Он сейчас просто так напугает нас, типа. А-а-а. Смотрите, куда там. Я имею в виду, продюсеры, они приходят и идут. Чувак, ты поменьше, Ари, я вот тебя умоляю, а? Смотрите, не было этих кукол. Тут что-то не так. Дверь незамызгана. Давай ты первый пойдешь, а? Отыграй капитана Прайса. Ты даже похож на него немножко. Андрей? Да не ори ты, идиот! Я что-то не пойму, куда он так... Как он мог так пропасть? Ну, его явно здесь нету, иди... Куда ты лезешь, а? В смысле? Эм... Что... Ого! Как-то слишком тебе повезло, друг. А может быть, пойдем по комнатам осмотрим? Он явно не сюда залез? Нет? Окей. Ладно. Но мы будем это знать. Это нам пригодится. Ну, явно он не здесь. Что мы здесь забыли? Давай уйдем отсюда. Дверь-то открытая. Чё? Я сверху засниму. А не пошел бы ты? Давай. Пошел вниз. Я туда не полезу пи... Да, мне не дали. Никакого выбора. Я не пойму, камера у главного героя на башке, что ли? Гоупро? Хм. Возможно. Что ты видишь? Что это? Да подожди, ты дай мне... Это прямо как в фильме «Ведьма из Блэр». Друг, ты как? Все в порядке? Эй. Все норм? Ай! Охереть! Это реально жестоко. Насадили. Нормально. Похоже, семейка. Не пропало уж точно. Эм. Как... Как это? Подожди. Главный герой был, что, в отключке, что ли? Странно. Ладно, посмотрим. Хотя бы мы это узнали. Хм. Я заметил странные подвисания вот здесь. Почему-то я чувствую, что FPS почему-то упал. Странно. Почему? О-о-о, вот смотрите, почему игра так зависает. Ну, я понимаю, что разработчики в самом начале написали, что тут, возможно, какие-то баги, нестабильная версия, но... Я все-таки хочу посмотреть, что здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы потом вернемся туда, если вышивем, конечно. Охренеть. Просто шикарно. Тут явно спустили этого Андре. Смотрите, это его одежда. Да, скорее всего, так и есть. Если этот дом заброшен, откуда здесь вода? Ну-ка. Так, понятно. Значит, там по-любому что-то лежит. Что-то важное. Ну, посмотрим. Пистолетные патроны? Здесь есть оружие! Огнестрел! Вот, это уже неплохо. И в то же время, значит, здесь есть враги, которые могут нас спокойно завалить. Будем знать. Запомним это. Нужно что-то найти. Там, наверное, какой-то вентиль нужен, я думаю. Неужто здесь никак нельзя выбраться? Да это же... Хотя здесь металлическая решетка. Ну вот, а здесь? Здесь же можно окно разбить и вылезти. Неужели нельзя? Пусто. Только верхний ящик можно осмотреть. Это было очевидно. Ладно, возвращаемся. Выбора у нас особым нету. Хотя мы еще наверх не ходили. Да, наверное, стоит сходить наверх. Уж все стоит осмотреть. Вот здесь почему-то игра очень странно притормаживает. Почему? Возможно, какой-то... Постой. Мне казалось, что я видел отражение главного героя. Испугался я тени. Собственной. Палец куклы. И зачем нам это нужно? Часть руки куклы сделана. Постой. Помните... Около двери... Почему игра так стала тормозить? Что за дела? Вот там, где были эти коровы, была кукла. Может быть, это как-то связано? Давайте глянем. Так, а бегать мы можем? Нет, бегать мы не можем. Здесь была кукла. Подожди. Куда она пропала? Не к добру все это. Ладно, уходим, уходим. Ну, я бы не сказал, что игра она сейчас как-то пугает или что-то еще. Но что-то в ней есть давящее и неприятное. Ну, окружение. Окружение здесь сделано просто потрясающе. Ну, что за тормоза? Я вот этого не понимаю. Игра вообще с ума сошла. Вот смотрите. Мы же буквально пять минут назад здесь ходили, и ничего не было. А сейчас вдруг начала тормозить. Гребаные манекены. Терпеть вас не могу. В хоррор играх. И что нам это даст? Не работает. Очевидно. А игра как-нибудь сохраняется? Мне это интересно. Нет, скорее всего нет. Тут, скорее всего, одна попытка. Я бы попытался перезагрузить игру, потому что, ну, вот эти лаги, они мне не особо нравятся. Это очень странно. Почему? Смешно наблюдать подобные лаги, когда ты только что играл в Battlefield 1 вообще без лагов. Мы ничего здесь не пропустили? Нет, ничего здесь нет. Ладно, давайте-ка спускаться. Это как? Как это возможно? Это же гребаный Resident Evil. Здесь нету мистики. Не должна быть. Как это получилось? Кто это сделал? Офигеть. Только не бросайте на меня. Я тебе умоляю. Зачем в доме держать манекены? Целую кучу. Все, уходим. Это что за лаги? Что это такое? Очень странно. Так, нет. Нам не сюда, не сюда. Поставить здесь. Здесь мы ничего не пропустили. Я так и не понял, зачем этот палец куклы, но... Все-таки мне кажется, что... А сейчас нет такого жесткого звука от телевизора. Странно. А вот здесь, смотрите. Здесь лаги пропали. Почему? Что-то как-то странно. О, есть кнопка быстрого разворота. Окей. Включат черного хода. Надеюсь, это будет финал, и мы просто... Здорово. А лестницы здесь нету, да? Но я бы и не рискнул туда прыгнуть. После того, что мы увидели. Я... Это что такое? Гребаная тень. Черный ход, черный ход. Это, наверное, как раз нам нужно туда, где туши лежат. О! Ам... Это явно не наш товарищ Можно мне просто уйти? Я вот не понял Он меня просто не заметил? Или что? Или играет со мной? Но фонарь он явно не мог не заметить Странно это, очень странно Ладно, не боимся Это обычный человек, псих, просто псих Куда он вылез? Так, давайте-ка проверим здесь Ну, вход явно не там, но Точнее, выход Но я не знаю Еще патроны, но Мне бы пистолет, и я тогда спокойно бы разобрался с ним Очевидно, что не отсюда Так, у меня уже Три патрона Ну, на обычного человека И одного патрона хватит, я думаю Если в голову попадем Но у меня есть такое предчувствие Что это необычный человек Я не знаю Тут если Будет такая же механика Как в Last of... Ну, в Last of Us А Outlast Где нужно прятаться Я не представляю Как вообще здесь Спрятаться Так, подожди Подожди, 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 подожди Что за лаги Вот я не понимаю Почему игра так лагает У меня все на ультрах, но Сколько его перепугаю В начале же Ну, вы видели В начале Точно в этой же комнате Ничего не лагало Ладно Это было не особо страшно Немножко даже ожидаемо Ну, вот и выход Я просто уйду Можно? Так, ключ, ключ, ключ Все, уходим Да, блин! Черт Я прям на секунду Понадеялся, что все Ну, это было очевидно Но Почему-то как-то так Показалось Свет Показалось, что Есть возможность уйти Да, я оказался прав Нам показывали будущее Или же нет Судя по всему Он уже порезал Это за... Это что за мразь? Ах, какая жесть Какого хрена? Она выглядит точно так же, как в пяти Там была женщина не очень приятной наружности Здесь явно что-то похоже Добро пожаловать семью Ам А, ну это понятно Присоединяюсь к правилам Продержки фанатов Resident Evil Если она будет выглядеть так Я нет Я откажусь Ну, в смысле Нас привяжут к стулу И порежут Хотя это была бы Оригинальная поддержка И это Все? Это весь тизер? Я признаюсь честно Ожидал большего Я слышал, что здесь Ну, не зря же здесь есть пистолет Ну, судя по всему Раз мы нашли патроны Необычно, конечно, было Но Довольно интересно Возможно, мы вернемся к этой игре Мне она понравилась Ну вот Конечно, не понравились эти странные подлагивания Ну, вообще атмосфера И идея Судя по всему Будет очень интересно И Я вот, как и говорил Я не уверен Что игра Вот сама Resident Evil 7 Будет выглядеть именно так Потому что сам Кодзима Ну, если Мне кажется, они брали как раз за основу Тот самый пяти И если это так То Сама игра будет Сильно отличаться От того, что мы видим сейчас Ну Это мои предположения Не факт, что это правда Но Вполне возможно Ну, ладно Я надеюсь, вам, друзья Понравилось это Увидимся в следующих видео Не забывайте Ставить лайк Мне будет очень приятно И комментировать Как обычно Самые лучшие комментарии Попадут в следующее видео Всем пока, друзья Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok